Открытая трибуна. Какой должна быть зарплата мэра и его заместителей? Я считаю, что у мэра и у его заместителей должна быть достаточно высокая зарплата, чтобы исключить какие-то возможные коррупционные деяния. Я считаю, что она не должна быть на уровне простых граждан, а должна быть гораздо выше, потому что ответственность выше, он отвечает за весь город, соответственно, вознаграждение должно быть выше. Я думаю, что их зарплата, не должно быть большого разрыва между зарплатами хороших учителей, хороших врачей, хороших инженеров, для того, чтобы они были приближены к жизни народа и почувствовали все проблемы, которые существуют у людей. Ну вот я бы, конечно, хотела, чтобы они так получали, как вот обычный человек. Вот три с половиной тысячи гривен, чтобы с этих денег он мог заплатить квартплату, одеться, обуться, прокормить детей. Вот это бы мне хотелось, конечно, а не те деньги, которые получают они в кабинетах. Как прожиточный минимум, так же, как обычные граждане, чтобы они поняли, как живут обычные трудящиеся пенсионеры, те же самые, средний класс. Я считаю, что у мэра и заместителей должна зарплата немного быть выше, чем у обычных гаражан, потому что они такие же люди, как и мы. Я считаю, что у мэра должна быть не более 20 тысяч гривен, а у заместителей 15, чтобы как-то сравняться с народом и почувствовать, как кусаются цены. Я думаю, что должна быть достойная зарплата от 20 до 30 тысяч, наверное, только потому, что это уже руководитель какого-то ранга и управляет таким городом. А может быть, я даже и очень мало сказала, потому что я понимаю, что город Кривый Рук очень большое предприятие. Достойная зарплата в ответ на это, я понимаю, что он должен, наверное, выложиться на эту зарплату, сделать все то, чтобы мы с вами видели чистыми улицы и т.д. и т.д. и тому подобное. Но зарплата, поверьте, должна быть достойная, человек должен получать достойно, но и спросить мы тоже должны с него много.